Субтитры подогнал «Симон» 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 Но главное, он с Ольгой в последнее время относился поравнодушно. Ему было безразлично, чем она занимается. У него, у Анатолия, у него был пистолет? Да. Кажется, Макарова. Он ему был нужен для защиты. Для защиты от кого? Толя не доверял банкам, поддержал сбережения дома. Ну да, ну да, ну да. Мы нашли у него дома 10 тысяч. А остальные? В каком смысле остальные? Толя собирался купить квартиру. Эстоматологический кабинет. Почти набрал. Тот, кто убил Толю и Ольгу тоже, знал бы эти деньги. Нет, по столу, стоматолог был от Бога. Отзывы исключительно положительные. Тонечка, у меня закончились бланки. Что-то принеси, пожалуйста. У меня в столе еще есть. Тонечка, ну, по-моему, минут пять. Понимаешь, минут пять. Между нами, говоря, человек он был так себе. К людям относился. Давайте сутки посмотрим. Так как он относился к людям? Хреново. Особенно к женщинам. Знаете, такой сторонник учения Ницше. Отправляясь к женщине, бери с собой пленку. Интересно. А жену свою он ревновал? Жену не знаю, а любовниц, да. Сам ни одной юбки не пропускал, а Юльке головомойки устраивал. Юлька это кто? Юлька Бархатова любовница его. Да. Дуреха до сих пор думает, что чем больше любит, тем больше ревнует. Она, кстати, сегодня здесь, можете с ней поговорить. Обязательно. Конечно. Что вы еще можете о нем сказать? Даже мод был ужасный. Да, жил, как в бомжатнике, каждую копейку экономил, и между тем игрок. Игрок в казино? На бильярде. Меня частенько звал с собой поиграть. Куда? Клуб Карамболь, здесь недалеко. А, спасибо. Спасибо, Семен Михайлович. Да не за что. А вот третий сверху справа, надо лечить. Спасибо. Вот приходите тогда, спасибо. Спасибо в другой раз. А где я могу найти эту Юлю Бархатову? В седьмом кабинете. Спасибо большое. Спасибо. Юрий Семенович, привет. Привет. Привет, Ромочка, ты очень кстати. Готовы результаты экспертизы Пасхалова? Да. Самоубийство? Нет. Уверены? Извини, Ромочка, таковы факты. На руках Пасхалова следов пороха нет, зато есть на его одежде. А это значит? Это значит, что Пасхалов не стрелял, но убийца находился где-то близко от него, например, на пассажирском сидении. Ну, а пальчики из машины? А, вот тут невероятная удача. В архиве обнаружился их хозяин. Некто Бархатов Сергей по кличке Бархат. Это его пальчики. Товарищ парился шесть лет под Ковровым на Пакинской зоне. Довольно серьезная статья. Вот я всегда говорил, что экспертиза — великая вещь. Ну, а по жене Пасхалова? Ну, извини, Ромочка. По Пасхаловой пока ничего. Работаем? Ну, ладно. Главное — Бархат. Пока. Пока. Смотри. Не отвлекайся. Юля, вы, конечно, все уже знаете. Конечно, знаем. У нас вся клиника знает. Боже мой, это такой ужас. Такой ужас. Скажите, пожалуйста, а как долго вы проработали с Пасхаловым? Вы знаете, важно, как долго я с ним проработала. Важно, как я с ним работала. Ну, и как вы с ним работали? Вы знаете, он прекрасный человек. Очень хороший доктор. Гениальный врач. Боже мой, как же мне не везет в жизни. У меня ничего не складывается. У вас были близкие отношения? Он говорил, что разведется и женится на мне, как только купит личный кабинет. Он собирался открыть свое дело? Он не хотел все время горбатиться неизвестно до кого. И вы знаете, мы с ним даже ходили, смотрели вместе комнату под офис. То есть у него были деньги? Ну да, он не бедный был человек. Скажите, а у него были недоброжелатели? Недоброжелатели. Вы знаете, у нас вся клиника, это полная руднилых зубов. Очень образно. Да, бери любой и вырывай. Все больные. Я ему искренне сочувствую. Саша. Да, Макс. Это ограбление. Мать Пасхалова заявила, что у сына дома была крупная сумма денег для покупки стоматологического кабинета. Да я знаю уже все. Слушай, знаешь, что сделаю? Подожди, я тебе потом позвоню. Привет, сестренка. Привет. Это мой брат Сережа. Сережа, это Александр Николаевна, следователь из билиции. А вы знали Пасхалова? Ну, конечно, будущий родственник, можно сказать. Жалко мужика. Очень. Скажите, а как вы узнали о его смерти? Да, от Юли узнала. Она мне позвонила. Ну, не реви. Сережа, мне так не везет. Мы пойдем, а то она совсем раскрылась. Извините. До свидания. До свидания. Ну, не реви. Александра Николаевна, пальчики нашлись из машины убитого. Пальчики принадлежат некому Сергею Бархатову по кличке Бархат. Только где сейчас взять этого Бархата? Слушай, этот Бархатов родной брат Юли Бархатовой, которая в последнее время работала с Пасхалом и была по совместительству его любовницей. Нормально? Он, наверное, в бегах. Да в каких бегах? Его брать надо. Я его сегодня видела. Странно для человека, которого подозревают в убийстве. Юля, добрый день. Это майор Старкова. Да, да. Нет, Юля, мне нужно задать вашему брату несколько вопросов. Только, только несколько вопросов. А скажите, пожалуйста, а где я могла бы его найти? Какой клуб? А, клуб Карамболь. Спасибо большое. Большое. Спасибо большое, Юля. Юль, да не убивайтесь вы так. Бери ребят покрепче. Угу. И за ним. Смотри, он непростой парень. Ясно. Ё-моё, ну чистые дети. Ну что же это такое, а? Сергей Бархатов. Полозит, ты что делаешь, шпана несчастная? Так, спокойно, спокойно. Милиция. Все нормально, мужик, давай. Молодчик, молодчик, давай, уезжай. Это просто так не расколется. Ведет себя нагло, спокойно. Ага, видали мы этих наглых, спокойных. Задержанный на допрос доставлен. Снимите нарученьки. За что задержали, начальник? Садитесь. Садись. Берите ручку, бумагу пишите. Я не виновата, сказала Маше. Пиши. Ты проститутка, значит, виновата. Достаточно? Написал. Ну чего? Бархатов, да у вас проблемы с русским языком. Университеты у нас разные были. Да, к сожалению. Просто дело в том, что ваши ошибки и есть ваши косвенные улики. Какие улики-то? Это вообще урок русского языка или допрос? Че это такое-то? Вот эта фотография сделана в квартире Пасхалова. А вот это вы сейчас написали. Видите, одни и те же ошибки. Я не убивал. Вы всех будете арестовывать, кто неправильно пишет? В машине Пасхалова были обнаружены отпечатки ваших пальцев. Ну, конечно. Он встречался с моей сестрой. Мы были знакомы, в бильярд играли. Несколько раз меня подвозил. А вы от сестры знали о том, что он на квартире держит деньги? Ты если бы и знал, что бы я прям признался бы сейчас. Ага. А где вы были в десять вечера? Часов в десять вечера я был в клубе, бильярд играл. А в девять? Я не помню, где я в девять был. Ну, значит, алиби на девять нет. Вот, я в восемь заходил в пельмены, ну, типа покушать. Ага. Значит, поужинал, убил Пасхалова и сытый и довольный пошел в клуб. Бильярд любишь? Ну, так не особо. Могу шары погонять. Значит, на девять? Алиби нет, никто тебя не видел. Слушайте, заколебали вы меня со своим алиби. На жизнь я зарабатывал. Чего? Работал? Кого работал? У девочки я одной сумочку тиснул. Ну, там не было ничего, кроме телефона и пары сотен. Ну, как мы будем проверять это алиби? Она, короче, по-моему, студентка, потому что я ее встретил ухода в университет. Студентку поищем, а ты здесь посидишь. Ну, это ваше дело. Ну, я бы вообще на вашем месте Киксом занялся, а не со мной бы возился тот. А кто такой Кикс? Ну, он как раз бильярд любитель поиграть. Пасхалов ему крупную сумму проиграл, а отдавать не торопился. Вот Кикс на нее зубы точил. Ну, это вообще ваши дела, вы разбирайтесь, как хотите сами. Уведите задержанного. Встал. Руки за спину. Готово. Двадцать девять секунд. Да? Неплохо? На троечку. Потом он тебя стрелять не будет. Почему? Ну, затворный блок перекошен. Как? Попробуй передернуть. Ну. Дай сюда. Смотри и учись. Тебе в Америке пригодится. Да что вы с этой Америкой, Василий Федорович? Саша еще ответ не дала. Обез нее я никуда не поеду, сами понимаете. Так, ну что, стартую. Внимание, время. Восемнадцать секунд. Ну, это раньше, конечно, лучше было. Ну, что делать? Возраст есть возраст. Здорово, мужики. А че это вы тут делаете? А я вот пришел за маслицем, а Василий Федорович пистолет чистит. Ну, мы увлеклись немножко. Да, Василий Федорович? Вот у него талант к оружию. Если бы лет десять назад ко мне бы пришел, был бы большой толк. Ну, я понимаю, тебе-то скучно. А вы, Евгений, чем вы занимаетесь? Да бросьте вы, Александра. Ну, было здорово. Ну, какой результат? У него двадцать девять секунд, а у меня восемнадцать. А-а-а. Девять. Ой, ой, девять. Ой, ой, ну хочешь попробовать? Я с детьми в детские игры? Да никогда. Ой, ну вот если побрешь и корт, я буду две недели мыть посуду, выносить мусор. И что еще? Картошку. И картошку чистить. А я? А ты будешь две недели сидеть дома и не ходить на свидания. О, сурово. Договорились? Ну, что делать? Согласен, конечно. Ну что? Давай. Давай. Прошу. Лешка, вот. Спасибо. Не за что. Девушка, которого грабили. Неужели нашли грабителя? Нашли. Спешим поделиться достижением с общественностью. Даже не верится. Я что, в сказку попала? Не помню, чтобы телефон вернули. Просто я добрый волшебник. Кстати, можно и без объявления? Я ее знаю. Это Аня Смолякова с третьего курса. Рыдала на весь институт. А вы не знаете, как ее найти? Знаю. Двадцать семь? Семьдесят. Да, верно. Я записал. Ох, Соня, работа в милиции сложная и опасная штука. Все, мы уже пришли. Вон, ваша Аня Смолякова. Соня, детка, спасибо. Созвонимся. Анна Смолякова? Да, это я. А вы кто? А я из милиции. Можно присесть? Да, конечно. Ну что вас украли, Аня? Какая оперативность? Мобильник и деньги. Я этого гада на всю жизнь запомню. Такой наглый, противный. Он? Точно он. Поймали, так ему и надо. А теперь нужно, чтобы вы его официально опознали в милиции. Не буду я никого опознавать. Я боюсь. Аня! Аня! Ань! Я же сказала! Аня! Ну, ну очень нужно поймите. А если он потом меня выследит и убьет? Я буду вас защищать. Вы смеетесь? Странный вы какой-то. Не нужна мне такая охрана и никого опознавать я не буду. Максим, она его узнала. Да, я понял. Да. Давай. Ну что? Вархату придется отпускать. Рома не смог уговорить свидетельницу прийти на опознание. Но сам факт нападения она подтвердила? Ну, подтвердила, но что-то опыта. Вот я чувствую, что он замешан, а не знаю, как зацепить. Все-таки мы, наверное, что-то пропустили. Александра Николаевна, я проверила фотографии. Они настоящие. Ну, в принципе, что я ожидал. Ты знаешь, что меня смущает? Что? Ты помнишь, Вархату говорил, что убитый должен был деньги этому киксу. Кикс — это когда в бильярде мажешь по шару. Ну, на бильярде, в принципе... Ну, я так и сказала. А откуда ты все знаешь? Да я тут недавно играла с профессионалами. Слушай, играла с профессионалами, а? Это хорошо. Ну, так и что, кикс? Надо проверить эту версию. А что, если кикс захотел вернуть свои деньги, а? Я думаю, ты прав. Надо проверить. Конечно. Александра Николаевна, а можно я поеду в этот бильярдный клуб, поищу кикса? А кто же ищу? Именно ты и поедешь. Только не одна со Стрижевским. Спасибо. Что дома? А тут не знаешь, что дома. таблетки, микстуры. Сидит дома, кроссворды разгадывает. Я сумасшедшая. Я совсем забыла. Слушай, так инфаркт можно получить, Саша. На, я купила. Передашь. Ну, спасибо. Будет мне теперь чем заняться ночью. Хотя действительно спасибо. Я бы не успел купить. Ну, замечательно. Движущая сила азиатского такси. Ишак. На такси разъезжаешь? Да я от метро. Значит так, и на разведку. Нам всем светиться не стоит. Чуть что, я позвоню. Хорошо. Телефон не занимай. Привет. Ой. Слушай, ты не знаешь, где Кикс, мне с ним поговорить нужно? Кикс? А вон он, белый рубачник. А, спасибо. Лена, что скоро, будем мы с тобой вдвоём. Ты сейчас-то далеко, но всё равно рядом. Каждый день тебя я вижу. Мужчина, постойте. А что, красавица, мы разве знакомы? Может, прокатимся? Привет, Кикс, поговорить нужно. Что, шутка такая, я не Кикс. А где Кикс? Так вы вон только что с ним разговаривали. А что такое, красавица? А то. Милиция. Кикс, стоять! Катя, в скорую звони, быстро! Да уже набираю! Да что ж такое? Возьмёт кто-нибудь трубку или нет? Александра Николаевна! Алло! Тут с Киксом. Ну, я думаю, что всё будет нормально, выкарабкается. Вы дождитесь скорую и оформите всё. Хорошо? Саша, сегодня не наш день. Что ещё случилось? Бархатва отпустили под подписку о невыезде. Да ёлки-палки, кто? Ну, кто-кто, догадайся одного раза. Наш общий друг. Я к нему. Кто придумал отпускать преступника? Ну, если бы по поводу Бархатова, то никто его не отпускал. А он так пошёл поужинать. Его освободили под подписку до суда, и вам это известно. А вы в курсе, что он подозревается в убийстве? А у вас есть доказательства? А вот у него есть алиби. Вот как раз это алиби мне не нравится. Да. Да. Понимаете, милая, закон есть закон. И к тому же, если девушка заберёт заявление, мы вообще дело закроем. Материальных претензий нет. А моральный он удовлетворит. Так что полетит он на свободу, с чистой совестью. Вы бюрократ. Да. Отмените подписку. Ну, не уподобляйтесь своему дедушке, а. Как я слышал, от своих старших коллег ему тоже нельзя было угодить. Моего дедушку трогать не надо. Вы его не знали, и не вам его судить. Вам бы работать, как он. Если бархат исчезнет, отвечать вам. Саша, ты? Так, я выиграла пари. Ты обещал две недели никуда не выходить. Ну, обещал, обещал, а вот ситуация изменилась. Ты не хочешь, чтобы я уезжала с Женей? Я прежде всего хочу, чтобы ты была счастлива. И именно поэтому ты каждый день, как мальчишка, бегаешь к женщине. Ты что, пришла меня жизни учить? Ну, прости, пожалуйста. Я пришла за советом. Ну, давай, давай. Давай. Вот что делать, если у человека есть железные алиби, а интуиция подсказывает, что он виноват? Ой, прости, пожалуйста. Да. Без сознания. А врачи что говорят? Значит так, с этого кикса не испускать глаз. Если что, звоните мне. Понимаешь, есть подозреваемый, который убегал от нас. Ну, вот чувствуй, что он ни при чем. А этот, у которого железное алиби, не дает мне покоя. А ты потопчись за этим человечком. Глядишь, все и проснится. Обычно железное алиби у тех, кто об этом побеспокоился. У меня никаких зацепок. Мне Сорокин не даст этого сделать. А ты своими ножками потопчись. Да меня весь отдел засмеет. Ага, отставить разговорчики в строю. Тебе генерал приказывает. Так что поднимайся и топай за ним до упаду. Потом не доложишь. В общем, мне пора. Свое слово я сдержу, не беспокойся. Сегодня у нас встреча в Совете ветеранов. А что ж ты сразу не сказал? А ты разве спрашивала, куда я иду? Ага. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ром, Бархатов идет за свидетельницей. Чего-то мне это не нравится, знаешь? Фиг его знает, что он с ней сделал. Да я иду за ними. Советская. Советская, дом 10. Все, жду, приезжайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Милиция, открывайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ну-ка, отпусти ее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так вот, какое у тебя алиби. Дутая, лопнула твое алиби. Ну, что ты теперь скажешь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоять! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты что, дурак? Брось, брось наш, брось. Руки. Пойдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что? Девочку отпусти. Девочка пойдет как соучастница. Так что сидеть вам вместе, только в разных лагерях. Девочку отпусти, договоримся. О чем мне с тобой договариваться? Да ты не докажешь ничего. Ребята, грузите от греха подальше. Сережа! Пошел! Учишься, я так понимаю, в педагогическом, а живешь? Дома с мамой. С мамой. А теперь будешь жить в колонии, Аня. А я не виновата, ты Сережа все придумал. Нехороший, Сережа. Ой, какой он нехороший. Мы хотели в Италию ехать. В Италию? Так это он тебя обманул в Италию. Мы даже сумки уже собрали. Сумки собрали? Угу. Сумки это хорошо. А где сумки? Там дома. Ага. Макс, мне тут сумки нужно проверить кое-какие. Меня подождите. Ага. Пойдем. Сумки посмотрим. Ага. Чего ждем? А, да пока я книжку читаю. Люблю классику. А вы подумайте, может, еще кого-нибудь тот вечер грабанули. Ведь альби нет. Ну что, Бархатов, деньги мы нашли. И помаду в той же сумочке, которую вы писали. С вашими пальчиками. Ладно, начальник, давай явку с повинной, только девочку отпусти. Я все расскажу. Ты давай не торгуйся. Сначала по порядку. Ну, короче. От сестры я узнал, что Пасхалов большие деньги дома прячет. И Пушку таскает все время с собой. Потом мне Кикс-клуб искал, что Пасхалов ему проигрался, а Должок отдавать не торопится. Бархатов, опять на Киксов валите. В общем, я Киксу предложил помочь Должок вернуть. Он с Пасхаловской женой на улице пообнимался. Ну, вроде как, обознался. Я фоток наделал. Потом Пасхалов попросил меня из клуба докинуть. Ну, Пушку я у него быстро отобрал. Весок пальнул. Потом вложил в руку, ну, вроде как застрелился. К жене его поехал. Шустрый парень, везде поспел. Она ничего не успела понять. Я из порога заданул, потом задушил. Фотки разбросал везде. Помады на зеркале написал. Потом Кикс позвонил, чтобы он туда приезжал с утра. Адресок ему сказал. Ну, опять Кикс поставить. Если убийство на почве ревность не пройдет, а? Ну, что, гениальный план. Я даже деньги не все взял, чтобы вы на кражу не подумали. Хрен вы меня нашли, если бы я в слове не ошибся. А надо было русский язык хорошо учить, дружок. Ну, мы тебе дадим возможность подучить родную речь. На курсы отправить. По 105-й, лет на 15, минимум. Уводите арестованного. Встал. Давай, давай. Если бы вы еще пару дней провозились, искать бы вам меня по всей Европе. Саша, что ты так шлепаешь, а? Ну, так нечестно, деда. Ну, ей-богу. Ну, что, поймали? Ну, потопало за ним, как ты сказал. И алиби рухнуло. То-то и оно. Приказы генералов не обсуждаются. А выполняются, конечно. Мне больно. Ну, спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Если вы не против, мы пройдем с вами. Ну, да, конечно. Пожалуйста. 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 После вас. Да. Алиса Николаевна. Господи, привет. Я выяснила, почему Бражников хотел подать в суд на Спиридонова. Я не просила тебя это делать. Меня Роман попросил, сказал, что это очень важно для дела. Интересно, ну и что ты выяснила? Значит, полгода назад Бражников хотел продать свою долю в Кассиопее, а Спиридонов заблокировал сделку. У них там такой очень хитрый учредительный договор, что один партнер не может выйти из бизнеса без согласия другого. А кому он собирался продать? Физлицо или организацию? Это физлицо. Вот. Некто Говоров Леонид Сергеевич. Да, он бывший депутат Мосгордумы по тому же округу, где и находится Кассиопе. Сейчас он чем занимается? Скупает самые рентабельные предприятия Москвы. Интересно. Спасибо, Катя. Хорошо поработала. Старалась. Бражникова доставили? Да, уже допрашивают. Вы утверждаете, что ушли из дома в 10 часов утра. Это кто-то подтвердить может? Да, конечно, может. Мой водитель, консьержка, соседи. Вы знаете эту дому? Знаю, конечно. Это Рита Лунёва. Это подруга Вадима. Они вместе уже года четыре. И, насколько я знаю, двоюродный брат Риты был местным авторитетом. Убили? Нет. Его посадили. Года два назад. Скажите, а Спиридонов общался с братом Лунёвой? Он говорил, что нет. А вы сомневаетесь? Сомневаюсь. Понимаете, Вадима всегда тянул лог к таким людям. Он вообще был очень непростой человек. Вот, например, всю выручку от нашей Кассиапии он пускал в развитие. А когда я сказал, что хочу управлять свою долю, и что мне не нравится такое ведение бизнеса, он меня просто послал. И вы подали в суд? Да. Скажите, а вы не знаете, где живёт Маргарита Лунёва? Знаю. Мы с Вадимом раньше к ней ездили. Будьте добры. Да. Вот так вот. Спасибо. Я могу быть свободен? Абсолютно. Спасибо. Знаете, что я хочу вам сказать, господа сыщики? Вы хотите заявление сделать? Да, именно заявление. Не там копаете? Вы что думаете, если мне выгодно убийство моего компаньона, то я? Ну, в общем, как-то у вас всё просто получается. До свидания. Всего доброго. Надо за ним наружку поставить. Обязательно. Да вот ещё что. Во время осмотра кабинета убитого... Поверхностного осмотра кабинета убитого. Да. Во время поверхностного осмотра кабинета убитого было обнаружено заявление начальника охраны Кассиопеи об увольнении по собственному желанию. Без резолюции и за день до убийства. А что это нам может дать? А это нам даёт, что помимо Бражникова был ещё один обиженный человек. То есть, Спиридонов, возможно, хотел поменять начальника охраны? Возможно, да. Возможно, нет. Мы не знаем этого. Надо выяснить. Хорошо. Только сначала к Лунёвой. А я поеду к Говору. У этого депутата тоже нехилая мотивация. Ух ты! Ха. А касса Лунёва живёт недалеко от того двора, где был обнаружен труп. Подожди. Какое удивительное совпадение. Чего стоим? Ну чего, погнали в адрес. Кать, раскопай мне всё, пожалуйста, по этому Спиридонному. Всё, ну все связи, ну всё, что сможешь найти. Давай, действуй. Привет. Привет, Маша. Уезжаешь? Да. Участливо, дороги. Пока. А вы кому? Маргарите Лунёвой. Не знаете, она дома? Так она ж только что уехала. Вы что, её не знаете, что ли? Рома, быстро в машину. Да, Максим, как уехала? В день убийства. Вот нам фартит, а? Слушай, знаешь что? Давайте догоняйте-ка эту Лунёву и везите её к нам. Давай, всё, удачи. Принято. Внимание, всем экипажам. Необходимо задержать такси жёлтого цвета марки «Волк». Движется в сторону аэропорта. Принято. Водитель такси, машину в правилах, остановлю. Добрый день, инспектор ДПС арестов. Пожалуйста, ваше документ. Дай. Леонид Сергеевич Говоров? Да. Чем обязан? Майор Старкова, уголовный розыск. Мне ваша секретарша сказала, где вы в это время суток. Так что не обессудьте. Семён. Чем могу служить? Хорошо, стреляйте. Вы думаете, что это я убил Спиридонова? А откуда вы знаете, что он убит? А мне позвонил Илья. И рассказал всё про Спиридонова. И я его не убивал. Но это же вы хотели купить Кассиопею? Да, а теперь не хочу. Почему? Зачем мне такой проблемный объект? Это вы решили после убийства. Вот именно. Леонид Сергеевич, а вы сами когда-нибудь общались со Спиридоновым? Да, общался. Два раза. Ну и как он вам? Характер ужасный. Такие раньше или в разбойники шли, или в пират. А Бражников? Мы с ним старинные приятели, но не близкие. Зачем вам нужна была Кассиопея? А так. Для коллекции. Это не ответ. Именно такой ответ я и хотел дать сейчас вам. Вы удивлены? Ничуть. Мне всё понятно. Спасибо большое. До свидания. Хотите пострелять? С удовольствием. Только чуть позже. Всего доброго. А зря, очень оттягивает. Семён, стреляем дальше. Семён, стреляем дальше. Саша, это я. Да, мы её догнали. Ну что, сначала возмущалась, потом заплакала, когда узнала про убийство. Отлично, Макс. Везите в отдел. Кать, проверь, что за персонаж Говоров Леонид Сергеевич. Поняла, записала. Я, кстати, получила данные на Спиридонова. Он, оказывается, в девяносто восьмом был привлечён за мошенничество. Ага. Ну, он отмазался. А его подельник, некто Золотницкий, был осуждён на девять лет. И вот год назад должен был откинуться. Ну, хорошо. Выясни, где этот подельник сейчас. Подъём. Клиент решил сдёрнуть. Клиент решил сдать. Ух ты, привет. Привет. Что-то случилось? Нет. А что? Просто пораньше освободился. Василий Фёдорович порекомендовал мне проникнуться твоей работой. Ух ты, ну да. Да, сказал, что в Хьюстоне это пригодится. Так что, если ты не против, я буду проникаться. Конечно, очень приятно, но я не смогу уделить тебе много времени. Да и не надо, не надо. Я сам во всем разберусь. Ну, заходи. Присаживайся. Вот сюда удобно. Пропитывайся. Сейчас, прости. Старкова, что случилось? Объект очень странно себя ведёт. Он уехал из офиса, покружил по городу, потом выехал на шоссе и направляется за город. Он несколько раз останавливался, но из машины не выходил. Мы думаем, что он нас засёк. Он ещё раз остановился. Едем, ездим, приезжай. Тормози здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он выкинул пакет или коробку, сел в машину и уехал. Я не знаю, он с ней из офиса вышел. Мы едем за ним. Ну, но объект же может скрыться. Вас понял, все. Что, кого-то убили? Да, убили. А кого? Служебная тайна. Ну, ладно. Ну, так нечестно. Ну, прости. Спиридонова из Кассиопии. Ага. И теперь вы будете следить за убийцей, да? Скорее нет, чем да. Александра Николаевна, Золотницкий умер в тюрьме. Очень хорошо. А что вы на меня так смотрите-то? Луни его доставлю. Ага. Да. Мы забрали коробку, но объект скрылся. Мы сейчас пытаемся его обнаружить. Прекратите поиск объекта и везите пакет в лабораторию. Понятно? Вас понял. Возвращаемся. Бражников выкинул какой-то пакет и исчез. Так это он? Ну, возможно, это он, если, конечно, в этом пакете нелюбовная переписка. С Луньевой что делать? Так, Луньеву пускай приведут сюда, а вы с Максом, пожалуйста, сделайте засады везде, где может появиться Бражников. Хорошо. Что там Говоров? А, хотя понятно, что там Говоров. Письмо я подготовила, но там ничего подозрительного. Что-нибудь еще? Да. Не служба, а в дружбу. Вот тебе визитка, встретишься с начальником службы безопасности казино, расспроси его, зачем он встречался со Спиридоновым. Хорошо. Я понимаю, конечно, что это может быть холостой выстрел, но это хвост, и его надо подбирать. Саш, ты знаешь, я, пожалуй, тоже пойду, ладно? Что, ты уже пропитался? Не до конца пропитался. Не хочу тебе мешать подбирать хвосты. Пока. Ну, пока. О, Жень, я тебя жду. Да, а что? Вы сегодня, Саша, в какой-то клуб не попали в спортивный, да? Да, «Орбита». Что? «Орбита»? Да. У тебя там знакомые есть? Ну, есть, конечно, а как же? Слушай, мне-то надо кольские мосты навести, поможешь? Да не вопрос, помогу. Ну, пойдем поговорим. Пойдем. Я чувствую, Саша, что до утра застряла. Лунева доставлена. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Вы уже знаете, что убили Вадима Спиридонова? Да, мне сказали. Насколько мне известно, вы были в гражданском браке. Да, была. До недавних пор. Вы расстались? Он меня бросил. Так, понятно. Да что вам понятно? Что, меня тут подозреваете? Я его, я его любила. Вы успокойтесь, пожалуйста. Мы просто ищем убийцу, и я вас очень прошу помочь следствию, насколько это возможно. Ну, как? Я ничего не знаю. А что вы знаете об Илье Бражникове? Бражников? Ну, так, я его видела пару раз. Он заезжал с Вадимом. А ваш двоюродный брат, он общался со Спиридоновым? Это вы про Алексея, который сейчас в тюрьме? Да, да. Нет, они не общались. Вадим несколько раз намекал, что он мог бы, мог бы сделать с Лешей этакий семейный бизнес, но я была против их общения. Он вас послушался? Тогда послушался. А почему все-таки вы расстались? Я же вам сказала. Он меня бросил. Он увидел меня в кафе с одноклассником и тут же дал отставку. То есть банальная ревность? Ну, понятно. Да что вам понятно? Понятно ей. У меня от Вадима ребенок будет. А он об этом знал? Нет. Я думала, что я ввезю в Египет и потом скажу. Знаете что, Рита, вы сейчас идите домой, а если вы нам понадобитесь, мы вас обязательно вызовем. Хорошо? Саша, ну это даже не смешно. Как ты думаешь, что было в той коробке, которую мне принесли твои топтуны? Вот именно. По-моему, все подозрительно просто. Пистолет с глушителем, выброшенный со странной поспешностью, достаточно веский повод для ареста. Согласен. Но все равно это как-то подозрительно. В день убийства девушка хочет уехать за границу и застрелен Спиридонов, между прочим, рядом с ее домом. Да, но давайте все-таки займемся Бражниковым. Мы расставили на него засады. Ну, если Бражников лег на дно, эти засады ничего не дадут. Возможно, вы и правы, но мы обязаны отрабатывать эти варианты. А ведь завтра суббота, суббота. Бражников мать его отменил нам эту субботу. Кстати, Александра Николаевна, вашим сотрудникам пора бы порастрястись, а то совсем в кабинет их клерков превратились. Идите работайте. До свидания, Александра Николаевна. А, угу. Ой, уже утро. Надо хоть пару часов поехать поспать. О, вот и наша смена приехала. Ну, что, поехали? Дмитрий, мне выброси. Выброси, а куда собрался? Надо проверить одну версию. О, здорово. Здорово. Ну, что, поспать удалось? Ну, это что, сошли, издеваюсь, ну, куда удалось-то? Всю ночь в машине у подъезда Бражникова проторчали. Он так и не появился, и не появится, я чувствую. Залег на дно. Кофе будешь? Ой, кофе, это хорошо. Здравствуйте. Опаньки. Здравствуйте. Здравствуйте. Рядовой Бражников для дачи показаний прибыл. Прибыл, прибыл. Давай, 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 давай. Ну, давай, давай. Садись, садись. Дорогой, садись, аккуратно. А мы тебя так ждали-то, а? Конечно, он записан в нашем журнале посещения. Вот, пожалуйста, Соболев Вячеслав Викторович. Да это понятно, понятно. Вы сами-то вы увидели этого Соболева? Я понимаю, что вы из милиции, но мне кажется, вы излишне настойчивы. Просто так здесь записи не делаются. Вы не ответили. По-моему, я ответил, что наш клиент Соболев Вячеслав Викторович вчера посещал наш клуб с восьми до десяти утра. Ну, понятно, понятно. Я знаю, как такие записи делаются. Илья Арсеньевич, как хорошо вы сделали, что пришли. Суд обязательно учтет ваше чистосердечное признание и помощь следствия. Бороженников, почему вы убили Спиридонова? А я не убивал. Не убивал? Ну, а как же пистолет? А я его нашел. Вы видите, мне прислали коробку, подарок. Я ее открываю, а он там лежит. Пистолет в подарок? Это хорошо, да. Илья Арсеньевич, вы вообще понимаете, где вы находитесь? Ну, да. Я в милиции. И вы утверждаете, что вы не убивали Вродима Спиридонова. Я не убивал. Слушай, тебя как звать? Максим. Илья. Максим, у тебя не будет ну, грамм тридцать, крючка. А ты точно Спиридонова не убивал? Нет. Надо налить. Наливай. Спасибо. Подожди секунду. Опускай, опускай. 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 Извините, вы что-то хотели? Здрасте. Здравствуйте. Из милиции, старший лейтенант Стрижевский. Скажите, Соболев, Вячеслав Викторович, у вас был вчера? Соболев? Соболев был. Он занимался вот, вот на этом тренажере. Понятно. Пустая фишка. Подожди, Жень, а он куда-нибудь отлучался? Да нет, никуда не отлучался. Спасибо, до свидания. До свидания. Хотя подождите. Что-то вспомнили? Да, Соболев никуда не отлучался, но он ушел вчера раньше. Часов в девять он пожаловался на болель в спине и ушел с тренировки. Я порекомендовал ему сходить в врачу. До свидания. До свидания. Вы знаете, пистолет мне прислали в качестве подарка, но и били фирмы. Смешно, да. Вы сами-то в это верите? Если честно, то, верно, я бы и сам бы в это не поверил. Макс, пускай человек отдохнет. Отведи его в камеру. Да? Да. Пойдем? Я сам пойду. Ну, сам так сам. Ну, давай. До свидания. Счастливо. Ну, спать, спать. Честь имею. Пьянь болотная. Александра Николаевна. Катя, что ты врываешься, как сумасшедшая? Ты что, деньги казенные проиграла? Не я, а... Подожди. А ты что здесь делаешь? А мы вместе. Ух ты, ничего себе. А глаза-то какие хитрые. Что-нибудь нарыли, что ли? Ну, колитесь. Александра Николаевна, давайте на секунду представим, что убийца не Бражников. Ну, положим. Вы помните Соболева? Помню. Помните, что он говорил? Ну? Вот. Это показалось странным, что Соболев ничего не знает о сути конфликта между Спиридоновым и Бражниковым. Но он мог не знать? Да, мог. Тогда зачем он соврал про фитнес-клуб? А почему он соврал? Саша, фитнес-клуб орбиты, в который мы вчера с тобой утром не доехали. Так, и что там сказали? А там сказали, что в интересующее нас время Соболева в нем, в этом фитнес-клубе, не было. А кто же деньги проиграл? Соболев. 90 тысяч долларов. Он играет в казино каждые выходные. Сегодня его тоже там ждут. Герои. Я супер молодец. Теперь мне будет что-то доложить Сорокину. Обожаю. Ну, петушка. Давай. Вот так вот. Спиридонов обратился ко мне компетенциально. Не появляется ли в клубе его заместитель Соболев. Нам проблемы не нужны. Тем более он намекнул, что возьмет меня на работу. Я подтвердил, что Соболев появляется у нас каждые выходные. Он уже проиграл 90 тысяч долларов. Понятно, спасибо. Скажите, он сейчас у вас? Нет. Мы должен подъехать. Сегодня все-таки суббота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вячеслав Соболев, вы арестованы по подозрению... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я все-таки не понимаю, как можно проиграть казенные 90 тысяч долларов? На что он рассчитывал? Для себя это неприемлемо. Для него нормальные деньги. А он ни на что не рассчитывал. Он просто об этом не думал. А когда Спиридонов уприжал, он просто взял и убил его. Хитрый все-таки он, да? Подбросил пистолет Бражникова. Но Соболев неплохой психолог. Вот только про отпечатки пальцев на бантике он забыл. Он себе не мог представить, что Ромка засомневается в алиби. Ребят, хватит на сегодня, а? Давайте по домам. Пока. До свидания. Ну что, подбросить, молодежь? Да. Ну, поехали. Вперед. Алло. Жень, ты чего трубку не берешь? В казино. Как в казино? Так. А сколько ты проиграла? Тридцать шесть миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи пиастра. Но главный мой выигрыш сейчас едет домой. Я жду тебя. А ты? Ты держи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Вызывай скорую! Звони в ОБЭП. Нас соседи вызвали. Так. За дверью газом пахло. Случались, никто не открывал. Дверь вскрыли, а там труп. Похоже на самоубийство? На кухне стояла свеча, по ходу горела. Но видно, от сквозняка ее, наверное, затушила. Если бы не потухло, здесь бы все разнесло. Самоубийца бы навряд ли так сделала. Здравствуйте. А вы ничего не трогали больше? Нет, только краны, газовые плиты и окно открыл. Надо снять ваши отпечатки, чтобы исключить из числа подозреваемых. Да, конечно. Ну что, Яков Аркадьевич? Ну что, ее задушили? Видишь, гематома от пальцев. Это я вижу. Еще что скажете? Сашенька, после осмотра. Ну ладно, я пойду к своим орлам. Угу. А Катя где? Катя опрашивает соседей. Ну что, нарыл что-нибудь? Ну вот, нарыл паспорт. Убитая Алена Скокова, 84-го года рождения. А что наши ученые? Ученые трудятся. Тройцвет хорошо. Ну а что ж ты компьютерный стол без компьютера не нарыл? Да я еще не дорылся до него. Угу. Какая я умная. Ну да. Шнорочек. Адаптер от ноутбука. Какая я талантливая. Ты смотри, как интересно. Что? Повестка в суд. Надо пробить. Может, что-нибудь потянет за собой. Да, ноутбук похож на Ильич, дорогая. Неплохое место для флешки. Ну да, более чем странное. Ну что, дадим нашим колдунам. Пускай мучаются. Ребята, идите сюда. Опачки. Вот. Нашел под диванчиком. Думаешь, принадлежит погибшей? Или убийца. Как и вот это. А где Комаров? Скажите, чтобы он занялся этими следами. Так, гражданин, куда вы? В чем дело? Я родственник Алены. Я сейчас, ребята. Нет, здесь совершено преступление. Я вас не могу пустить. Что происходит? Вот этот человек утверждает, что он родственник. Чей? Алены. Майор Старкова. А вы? Омский. Эдуард Васильевич. Я родственник Алены. Я муж ее матери. Будьте добры, давайте пройдем. Вот туда, вот там поговорю. Пожалуйста. Идем с нами. Значит, твой муж матери Алены. Да. Я Аленин отчим. Ее отец погиб в автокатастрофе. Простите, а вы жили вместе с Аленой? Нет, нет. У меня своя квартира. Но я ей навещал. Вот и сегодня приехал. А она просила зайти. Зачем? Не знаю. А ваша жена, то есть мать Алены, она живет вместе с вами? А она? Она умерла? Скажите, пожалуйста, значит, кроме вас у Алены никого не было? Нет, есть еще брат Миша. Но он сюда заходит редко. Мы нашли в квартире шприц. Алена употребляла наркотики? Нет, она их ненавидела. У нее из-за этого даже с братом была проблема. Подождите. Тогда откуда в квартире шприц? То есть наркотики употреблял Миша? Да. Но он не мог убить. Никак не мог. Он сейчас находится в клинике. Проходит курс реабилитации. А где вы работаете? У меня своя фирма. Тимелекс. Вот возьмите. Эдуард Васильевич, вы приехали сейчас с работы? Нет, из дома. Вы сказали, что Алена вас пригласила сегодня. Вы на что намекаете? Аленка у меня была как дочь. Я ни на что не намекаю, я просто выясняю обстоятельства. Как она вас позвала? По телефону или... Да, позвонила, попросила приехать. Так, давай, давай. Умоляю вас. Найдите убийцу. Постараемся сделать все, что от нас зависит. Пойдем, Катя. Ну, что мы имеем, ребят? Я узнал про повестку суд. Убитая проходила свидетелем по делу о разбойном нападении на обменник. Она работала там кассиром. На обменник напали трое. Двоих задержали сразу, а третий до сих пор в федеральном розыске. Некто Тимофей Новиков. Он, кстати, был ранее судим за разбой. Так может, этот Новиков и решил, что убийство Скоковой позволит развалить дело? Тайный грек. Только где его искать? Посмотрим. У тебя какая версия? Мы нашли шприц. Брат Скоковой наркоман. Он шернулся, под кайфом совершил убийство, потом забрал ноутбук. Согласно паспорту, который мы нашли, этот ноутбук не из дешевых. У скупщиков за него очень неплохие деньги может получить. Две версии и обе перспективные. Я думаю, нам надо разделиться. И каждый должен порыться в своем углу. Правильно. Ром, ты займись братом, а ты Новиковым. Пройдись по его родне. А я? А ты, езжай по скобкам, поищи ноутбук. А я к экспертам. Я думаю, что они мне про флешку расскажут. Гораздо больше, чем все мы вместе взятые, можем понять. Так, ребята, все ясно? До завтра. По домам? Мы с Катей еще посидим. Взвесим все варианты. Варианты? Это хорошо. Это хорошо. Посидите, взвесьте. Пойдем, Макс? До встречи. Пока. Пока. Слушаю. А, Антоша. Здравствуй, дорогой. Ты почему это не спишь? А, ах, вот в чем дело. Это, конечно, серьезно. Угу. Ой, ой. Ой, хорошо. Ай. Знаешь, звонили из клиники Хьюстона? Ага. Обещали прислать условия. Ой, замечательно. Вот все изучим, потом примем решение. Да? Потом? Тебе лишь бы время потянуть. Потом. Ну, не обижайся. Ну, я правда не знаю, как поступить, что я там буду делать. Было бы желание. А работа всегда найдется. Какая? Я могу там быть только домохозяйкой. А домохозяйка ты сам знаешь какая. Плохая. Кто это может быть? Дедушка, наверное. Здравствуй, дедушка. А я так и знала, что это ты. Я. Да. Значит так. Пока вы не уехали в свой Техас. Хьюстон. Ну, Хьюстон. Саш, ты должна защитить честь семьи. Что это значит? Как? Звонил Антошка. Вот то, что я услышал по телефону, ну, это просто позор. Твой брат, Павел, какому-то Андрею проиграл в тире. Ну, впрочем, от него я другого не ожидал. А при чем тут Саша? Саша? Саша должна обыграть этого Андрея. Я равнокуда дал обещание. Угу. У меня как раз есть время играть. У меня столько дел, ты же сам прекрасно знаешь все. А что у тебя? Я могу помочь. Ну, задушили девушку. И убийство замаскировали от взрыва газа. Надо понять, кто? Мужчина. 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 Добрый день. Ну что, надумали? Угу. Мне жалко такого красавца, а? Тут же и ведуха, и процессор. Полный фарш. Да знаю, сам забирал. Понимаю. Бавки нужны. Милиция, вы задержаны. Эй, стоять. Чё в чём дело? Не дёргайся. Вот, дела с поличным, дело раскрыто. Какой с поличным? Так, опусти пистолет. Подними его. Капитан Лапин, откуда взял ноутбук? Откуда? Купил я месяц назад. У меня на него паспорт есть. Как есть? Паспорт у меня. Покажи. Это его я осверял. Что, его? Похоже, ты его. Ошибочка вышла. Разрешение на пистолет есть? Да он газовый. Я вижу. Так есть? Да, конечно, я... В следующий раз покажешь. Конечно. Погнали. Чё глаза красные? Чё, к гриппу. А, Андрей, поверишь? Ну, погнали, погнали. Ты бы, Катюша, проверяла перед тем, как вызывать? А то я с места сорвался, ничего не узнал о родственниках погибшего. Так, сколько тебе точек осталось проверить? 14. Ой-ой. 14? Хорошо. Ну, давай проверяй. Ну, вперёд, вперёд. Григорий Степанович? Акимов. А вы Старкова, если не ошибаюсь? Не ошибаетесь. Старкова. Случайно, внучка Василия Фёдоровича? Случайно она. А вам дежурный пара ОВД настучал. Ну, а что вы хотели? Вы же его чуть было до заикания не давили. А сам виноват. Надо было сразу говорить, где вас можно найти. Так, чем я вам могу помочь? Меня интересует Тимофей Новиков. Угу. Знаю такого. Дело о нападении. На обменик, я его сам веду. Он в вашем районе засветился. Ну, когда бы он успел? Он нас с позавчерашнего вечера нары греет. Подождите. Вы хотите сказать, что Тимофей Новиков задержан? Да, позавчера. В шесть-десять вечера во дворе дома Алёны Скоковой. А почему нет ничего в сводке о задержании? Потому что мы не успели дать. Позавчерашнее, сегодняшнее дали. Сегодняшнее я не читала. Как это было? Расскажите, если не секрет. Мы оставили во дворе Скоковой. Милицейский пост. Всё-таки главный свидетель по делу о нападении на обменик. Ну, и думали, что он туда не придёт. А он явился. Он теперь сядет надолго. А вы его взяли прямо во дворе? Да, прямо во дворе. И в дом он не заходил? Нет, не заходил. А что такое? Тем же вечером была убита Скокова. Да, делала... Знал бы, оставила кого-нибудь. Жаль девушку. А скажите, пожалуйста, после гибели главного свидетеля дело о нападении на обменник может развалиться? Нет. При задержании у Новикова был взгляд пистолет, из которого стреляли в кассира. Ну, значит, и друзей Новикова можно тоже исключить. Ну, хорошо, спасибо вам, не буду мешать. Да не на что. Всего доброго. Доктор Жеглова! Тише! Вы что, не понимаете? Здесь люди пытаются отвлечься от своих проблем. А вы в курсе, что тот человек лепит большую черную гусеницу? Молодой человек, это для вас она гусеница. А для него концентрированная манация его прошлой жизни. Предав своим воспоминаниям зримую форму, он избавится от них и начнет жить заново. Понятно. Вы очень интересная методика. Да. Хотите испробовать на себе? Упаси Бог. Я не наркоман, я из милиции. Старший лейтенант Стрижевский. Что бы ни натворили мои пациенты, это все в прошлом. Ну, меня интересует позапрошлый вечер. Все пациенты проводят вечера здесь. Курс лечения три недели. И Михаил Скоков тоже здесь? Нет, Миши нет. Он ушел из клиники, не долечившись. Что, его отпустили? А здесь не тюрьма. А если пациент не хочет помочь себе сам, он может уйти в любой момент. Так, значит, он ушел. Да, как раз позавчера. Где я могу его найти? Ну, спросите в регистратуре. Он заполнял карточку, там должен быть адрес. Спасибо. Подождите. Вы знаете, его там, наверное, нет. Посмотрите вот здесь. Если вы его найдете, сообщите мне. Ему еще можно помочь. Его надо просто в этом убедить. Спасибо. До свидания. До свидания. Так. А тут у нас что? Заходи. Я тебе, конечно, помогу. Ты объясни, что случилось. Садись, сейчас все расскажу. Вот, смотри. Вот эта вот флешка. Ее нашли в квартире убитой. Хочешь чай? Да, давай. Мои ребята-эксперты ее вскрыли. Угу. Она пустая. Но она явно не новая и была в работе. Ой, не остыл еще. Понимаешь, мне нужно, чтобы ты восстановил информацию. Сможешь? Ну, попробую. Попробуй. Че, Антоха? С нетерпением ждет, когда ты с ним в тир отправишься. Ты же там обещала кое-кого наказать? Да не я обещала, а дед. Ага. Ну ладно, накажем. Ну все, сиди здесь. Тебе никто не будет мешать, а я пойду к ребятам. Хорошо. Удачи. Давай. Пашка, а я тебя закрою, чтобы никто не мешал. О, Александр Николаевнов, здравствуйте. Я к вам. Чего? Значит так, есть информация от Комарова. Кровь на теле Скоковой принадлежит ее ближайшему родственнику. И эта кровь идентична крови шприца и кровавым пятнам на полу, которые мы обнаружили. Получается, значит, это Михаил? У него нет алиби. Слушай, у меня замок, честно. Да, тебе могу. Пробуй, может, получится. Я был в лечебнице, и мне сказали, что он... Да, емой. Что он шел туда, подня тому назад. Сейчас. Осторожно, не сломай стенку. Не сломай. Дай. Ну, кочем он не пошел, потому что омский не знает. Надо приподнять о том, что он сбежал. О, есть. Ага. Возможно, он своей подружке. Она забирала его из лечебницы. Да что такое. И на всякий случай оставила свой адрес. Слушай, найдите этого Михаила. Он у нас конкретный подозреваемый. Хорошо. Я возьму с вами у Макса. Ну, возьми Макса, давай. Максимка. Привет. Миша. Миша. Миша, иди ко мне. Да отстань ты. Не видишь меня, колбасит. Я тебе говорила, тебе соскакивать надо. Может, было бы лучше, если бы ты долечился. Ну да, давай еще ты меня полечи. Вот чему не хватает, с его наставлениями. С Аленой нехорошо получилось. Знаешь что? Сам дурак. Если бы ты не шлялся, ничего бы не случилось. Алло, Колян. Здорово, отряда. Слушай, надо одну вещь толкнуть по-скорому. Да не, моя. Серьезно. Отчим, ага, подарил. Ага. Сейчас подъеду. Давай. Здрасте. Добрый день. Капитан Лапин. Я могу увидеть Михаила Скокова? Да. Очень хорошо. А ты правду говоришь? Действительно правду. Извини, я перезвоню. Далеко собрался? Максим, клиент готов. Стой, стой, стой. Так. Стой, 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 стой. Куда? Так. Хорошо. Есть. А ну-ка, парень, да что? Я за машиной. Очень хорошо. Саша, хочешь узнать результат вскрытия флешки? Угу. Жду. Ол, давай жми. Ну чего, получилось? Ты знаешь, этот хакер очень классно спрятал инфу от чужих глаз. Мне даже пришлось программу, походу, написать, чтобы вскрыть ее. Ну ты вскрыл? Да. Ага, смотри. Стоять, милиция! А что случилось-то? Братоны, братишки, братушки же. Чего же нас убегало? Да ну, причин много. Такие причины? Да ну, разных всяких. А что-то из сумочки такое тяжелое? Слушайте, ноутбук. Разбился, наверное. Нет, не разбился, ноутбук. Откуда ноутбук? Отчим подарил. Ты же его не видел, просто из больницы вышел. Не ваше дело. Наше дело, наше, еще как наше. Сейчас разберемся. Что, поехали в отдел? А мы спешим. Так, нет же, а как же велик-то? Че же, как же велик-то? Видишь, на флешке записаны пароли и коды доступа к банковским счетам фирмы «Томилекс»? «Томилекс»? Угу. Слушай, с ума сойти можно. Оказывается, господин Омский не очень откровенен. А это кто Омский-то? Ты о чем? Это очень интересный Омский. Ой, какой интересный Омский. А, Пашка, ты мне так помог. Ты мне так помог. Я даже не ожидала, что получится. Слушай, пойду или к пацану отдать? А я тебя подберу. Хорошо. Пускай ведь наш милиционер будет. Давай, поехали. Вырастет, может, милиционером будет. Хорошая машина, смотри. Вот вы. Пацан, ты где? Ну вот. Отстреляешь в тире, отстоишь в честь нашей семьи, как говорит дед, и будем в расчете. Ну, понятно, теперь я никуда не денусь. Передай Антошке, что я постараюсь победить. Хорошо. Да, кстати, всю информацию я слил в твой комп. Сейчас, прости. Да. Сейчас приду. А может быть, ты посмотришь, что там со счетами этой компании? Слушай, всегда так. С самого детства. Бессовестное. Мне стыдно. Сейчас посмотрю. Сейчас приду. Давай флешку. А кто это ее так? А ты сам не знаешь? Откуда? Майор Старкова, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я вижу, вы уже в курсе, что убили вашу сестру. Когда вы ее видели в последний раз? Это давно. Еще до клиники. Неправда. Наш эксперт установил, что кровь из шприца и кровь на полу, которую мы обнаружили, принадлежит вам. И появилась она там не более полутора суток назад. Так что давай, Миша, выкладывай. Я был у Алены, ну, вчера. Там еще во дворе миды мы мужика какого-то повязали. Ну и что было дальше? Я подождал, пока они свалили. Зашел в дом. Аленка, она, ну, сказал, без проблем. А у меня ломка. Ну, я это, шприц достал. Слушай, давай дальше. А. Ну, вот. А тут Аленка вбегает. И прям мне сразу в нос и врезало. Прям как кошка вцепилась. Кричит, мне не нужно, говорит, брата, наркомана. И прямо весь нос разбила. Ну, а я что? Я ушел, в маршрутку прыгнул и уехал. Все. Что ты вообще туда поперлся? Да я денег хотел у нее занять. Денег она вам не дала, и вы забрали вот этот ноутбук. Да вы ж... Да вы что? Вы, я... Я Аленку не трогал. А ноутбук это вообще не ее. Подождите, подождите. Стоп, 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 Миша. Объясни нам внятно, чей это ноутбук и где ты его взял. Я говорю, я поехал потом к отчиму, у него денег взять. А его дома не было. Ну, я ноутбук и посоимствовал. Украл. Да не, взял. Отчим же. Михаил, скажите, пожалуйста, а в каких отношениях была ваша сестра и Омский? В плохих. Аленка, она, она была уверена, что это Омский довел матушку до самоубийства. Грозилась ему это, отомстить. А это было самоубийство? Я не знаю, знаете, история темная. У меня у самого тогда проблем было выше крыши. Опять же, отчим меня в эту клинику положил, а сам ни разу ко мне не приехал. Спасибо большое, Михаил. Вы нам очень помогли. Александра Николаевна, товарищ майкер, я... Капитан Лапин, сейчас Михаил уйдет, только даст нам подписку о невыезде, да? Я никуда ехать не собираюсь. Я вам все объясню. Ромочка, проводите Михаил, пожалуйста. Рюкзачок, можно? И оформите. Все. До свидания. До свидания. Слушай, Миш, тебя больница ждет доктор Жеглова, может подбросить? Спасибо, я сам. Тихо, 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 привет. Александра Николаевна, разрешите доложить. Никто подобную модель ноутбука не сдавал. Ой. Так вы нашли его? Мы его изъяли при задержании. Саша, именно при задержании подозреваемого, которого ты только что отпустил. Я жду объяснений. На флешке, флешке, которую мы нашли у убитой Алены, находились пароли и коды банковских счетов фирмы «Томилекс», хозяином которой является Омский. Что ты хочешь сказать? Что? Ну, конечно, конечно. Я сейчас попытаюсь убедить Сорокина в том, что нужна хорошая проверка этого «Томилекса», и ты поедешь с официальным письмом в банк, а ты езжай к дому Алены. Ну, поговори еще раз со всеми соседями. Может, мы кого-нибудь пропустили. Хорошо, есть. Продолжение следует... Привет. Мне бы войти. У нас ревизия, посторонних не пускаем. Милиция. А мне все равно. Хоть из Интерпола. Ага. Типа независимая структура, да? Банк закрыт. Я же сказал, у нас ревизия, урод. Слушай, какой же ты грубый, дружок. Ну, чего? О, Смирнов, ВВ. Будем звонить твоему хозяину. Алло, Палыч, привет, да, это я. Ты знаешь, тут на входе некто у тебя... Смирнов, ВВ. Не пускает. Ревизия, говорит. А он же у тебя не работает, да? Слушай, как смешно, а? Стоит здесь уже безработная, не пускает. Нет, милиции не нужно, я его сам арестую. Ну, пока. Ну, так чего? Я прохожу? Или будем арестовываться? Урод. Проходите. Спасибо. Что-то выносят тебя здесь. Ну, что, будем арестовываться, или я прохожу? Послушай, а здорово, что я никого не звонил, а? Баван. Вообще-то я Витя. Ты Витя? Это хорошо. Ну, так что ты не понимаешь? Я вот не понимаю. Если из числа подозреваемых остается только отчим, то каков мотив? Зачем ему это надо? Паша вчера вскрыл флешку этой Алены, и там были все пароли фирмы Омского. Она просто могла снять деньги. Вот тебе и мотив. Тогда понятно. Да, Макс. Да ты что? Спасибо. Что? То, что я и говорила. Что, денег на счетах нет? Да. Да, Кать. Скоро буду. Давай. Ну, куда ты побежала-то? Сейчас. Ром, ты где? Позавтракали называется. Вот я как раз сейчас разговариваю с Эдуардом Васильевичем. Передает вам привет. Интересуется ходом дела. Да. Прямо туда? Прямо туда? Хорошо. Сделаем. Я не понимаю, чему, чему вы улыбаетесь. Вам что, сказали что-нибудь веселое, да? Вы что, не понимаете меня? Только что погибла падчерица. И жена только что ушла из жизни. А ее сын Михаил вообще безнадежно больно наркоманией лечится. Да и в бизнесе дела у меня сейчас не у... Вы не волнуйтесь. Мы во всем разобрались. Александра Николаевна просит вас проехать на место преступления. Прошу. Ну вот, выхожу из этой квартиры. Я у Маринки был. Мы с ней скоро поженимся. Понятно. И что вы увидели? Я увидел, как из этой 202-й квартиры мужик выскочил. И понесся вниз. Даже лифт не вызвал. Глаза выкатил. И вниз. У меня к вам будет просьба. Сейчас сюда приедут несколько человек. Войдут в квартиру. Вот если вы этого мужчину узнаете, кивните мне головой, ладно? Да у него такая рожа. За километр узнать можно. За километр? Это хорошо. Спасибо. Паш. Ну что, узнал про деньги? Где, говоришь? Спасибо. Ты самый лучший брат в мире. А вот и мы. Здравствуйте. Здравствуйте, Александра Николаевна. Может, объясните, что происходит? Я все объясню. Проходите, пожалуйста. Я готова объяснить вам, зачем вас сюда привели. Мне все это напоминает спектакль про Рекюре Пуаро. Только, знаете, мне это сейчас не смешно. Тем не менее, вам придется меня выслушать. Если вам покажется что-то не так, попытайтесь меня проверить. Я вижу, вы говорите серьезно. Я готов внимательно вас выслушать. Алена считала вас виноватым в самоубийстве матери. Да, это ее трагическое заблуждение. И попрошу поаккуратнее с определением моего участия в этой драме. Об этом мы поговорим потом. Она выполнила свое обещание разорить вас, и будучи хорошим хакером, она вскрыла коды банка и сняла все деньги с ваших счетов. Ну, допустим. Я знал, что вы узнаете о моем разорении. Мне вообще-то жаль, что она их поступила. Жаль. В тот день к ней пришел ее брат, который сбежал из наркологической клиники. В связи с тем, что она не одобряла его наркологических пристрастий, она его выгнала. Я, между прочим, тоже не одобрял, поэтому я его определил в клинику. Я не знал, что он сбежал. Потом к ней пришли вы. Да, да. И вы меня видели отлично. Прихожей мы с вами встретились. Это был второй раз. А в первый раз вы пришли, чтобы потребовать свои деньги обратно. Алена, видимо, отказывалась. И тогда вы в состоянии аффекта накинулись на нее и задушили. Б-бред какой-то. Вы сошли с ума. Вам срочно нужен отпуск. Мне правда нужно в отпуск. Кать, ну мне правда нужно в отпуск. Когда вы поняли, что произошло, вы решили все замаскировать под самоубийство. Вы открыли газ и зажгли свечку. Квартира должна была наполниться газом и взорваться, но вы не учли одного. Когда вы выходили, был сквозняк, и свечка потухла. Вы забрали ноутбук Алены в надежде узнать, куда она перевела деньги. Да чушь какая-то! Я никого не убивал! Там на лестнице стоит свидетель, который видел вас в убегающем из квартиры в момент убийства. У Михаила мы изъяли ноутбук Алены, который он, в свою очередь, взял у вас из квартиры. Вы что, не обнаружили пропажи? Спасибо, Ру. Уйди же ты! Быстрее! Да быстрее же! Я на перехват! Омский, не дурите! Вот за что я тебя люблю, Рома? Ты быстро бегаешь. Давай, вызывай наряд, первую медицинскую и на допрос. Извините, каблуки. Не сломала? Нет. Пошли. Пошли. Ой, а куда, кстати, наш хакер не было? Ой, мама, показалось, что в наркологическом ухле не ходил. Есть! Ого! Молодец! Ура! Ну что, доволен? Конечно! Честь семьи спасена! Ну так, я старалась. А вот это было лишнее. Иногда хочется быть старомодным. Ну? Держи. Здорово. Держите. Да. Спасибо, Машка, заслужили. Ну, пошли. Спасибо. Спасибо. Ну, пошли. До новых встреч. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Иду. Жень, помоги. Мать умирает. Иду. Я с тобой. Скорую вызвали? Да, но они еще не приехали. Жень, давай сюда. Что хоть случилось-то, а? Не знаю, я с ночной смены пришел, а она… Вот. Уведите ребенка. Пойдем, Игорек. Саша, пойди, открой окно. Хорошо. Жень, ну что? Все. А если б скорая переехала раньше? Нет, они бы тоже ничего не успели сделать. Уже поздно. Похоже на отравление. Вы обязательно проверьте ее на отравление метанолом. Запомнили? Метанолом. Все признаки были. А вы что, врач? Да. Да, я врач, кардиолог. А честно, честно. Ой, Петь, а ты че это? Че, бабка наконец-то померла? А вот это вы рано радуете. Вы думаете, ее отравить? Вы все свидетели, а? Вы все свидетели, а? Вы все свидетели, а? Ты посмотри, а? Мать свою бил, меня бил, а? Дочке вон жизнь испортила, горька еле отстояли. Гадюки вы, гадюки! Класс, ну ты тоже, ну оставил женщину одну в доме. Ну ладно, ну че не ваше дело, ладно. Считаете, что это я спрашиваю? У меня че, серьезно, что ли? Это отравление какое-то? Кому она нужна-то? Ну ладно, че мы? Да не, ну че вы, холодильник-то пустой, мы вон в магазин вышли. Ну продуктов-то нет. Она как лежала, так и лежит, ну не первый раз. Вон Петька должен был прийти, ты где был козел-то, а? Ты где был козел-то, а? Ну пусти меня, ну папа, давай, иди, ой, иди. Пошли, пошли, мама. Отпусти руку вас, я в порядке. Господи, бабка-то померла, отца. Пустите! Ой, доча! Эй, стойте! Собрали шкафчик. Как же вы теперь без меня с ним справитесь? Я постараюсь. Надеюсь, шкаф будет собран до вашего отъезда. Ну не начинай, пожалуйста. Ну, пока еще никто никуда не уезжает, кроме вас. Я-то еду недалеко на дачу, а ты вот в Америку. Ну это через полгода, да и то еще неизвестно. Ну хватит, а? Согласен, сейчас нужно думать о другом. Угу, умнеешь на глазах. Стараюсь. Че ты стоишь, садись. Ты ведь не собираешься пускать это дело на самотек? Какое? Какое? Все симптомы указывают на отравление. Тебе с коричневой или с белой начинкой? Не увиливай. Симптомы – это не доказательства. Да? А что доказательства? Так с какой, с коричневой или с белой? Не до этого сейчас. Доказательства – заключение патологоанатома. Женя, сегодня выходной, нормальные люди отдыхают. Это говоришь мне ты? Саша? Да. Вот, позвони Яше, чтобы он утром занялся овалой. Пусть затребуют ее из городского морга. Позвони. Позвони, позвони. Я уверен, что прав. Позвони, позвони. 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Нет. А вы кому звоните? Ах, вы даже знаете, кем работает Яков Аркадьич? Да, видно, дело далеко зашло. А вы замужем? Нет. А сколько вам лет? А, судя по голосу, намного моложе Яков Аркадьевич. Ах, тридцать два. Ну, все равно, ему не пара. Нет? Да, Сашенька, слушаю тебя. Не обращай внимания. Просто трубки хватают все, кому нельзя. Что случилось? Сделать вскрытие для тебя с наслаждением. Как фамилия Брахина? Что-то я не помню такую. А, соседка. Ясно. Отравление-то кто сказал? Твой Женя. Понятно. А тело где? Ну, хорошо. Хорошо. Не-не-не, раньше одиннадцать не приходи. За результатами только после одиннадцати. Ну, все, пока. А кто это Сашенька? Товарищ по работе. Маринушка, я очень прошу тебя, ну не делай так больше. Никогда. Чего не делай? По телефону моему не надо разговаривать. Пей кофе. Да, жалко, что у нас с этим шкафом-то ничего не вышло. Сегодня не наш день, явно. Да, да. А вы кому, простите? И я этажом ошибся. Какой-то подозрительный тип. Подожди меня. Кто? 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 Я кто? Кто долго так? Зинкин жених. Кто? Зинкин жених. Ну, подозрительный тип. Я чувствую, понимаешь? Ну, перестань. Ты сгущаешь краски. Ну, Саша, Саша, это не простое дело. Ну, перестань. Ну, ладно, поживем посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Подозрительный тип. Посмотрим. О, Саша, пойдем, пойдем ко мне поговорим. Ну, что, Яков Аркадьевич? Ну, что ж, то, что. Сейчас. Сейчас. Отравили твою соседку метанолом. Прав, Женя оказался. А как давно? Можете сказать? Ну, без анализов очень приблизительно. Ну, где-то в районе трех часов. Принуждали? Понимаешь, какая штука. Есть гематомы на теле, обнаружены и немало, но не в районе шеи и не в районе рта. Я поясняю, если бы ее душили, чтобы она открыла рот или там раздвигали зубы, чтобы залить метанол. Остались бы следы, их нет. Поэтому я, например, не склонен предполагать, что ее заставляли пить. То есть, получается, добровольно? Угу. А что, она не понимала, что пила? Ты знаешь, я тебе так скажу, нет такого человека, который бы сразу мог точно определить, какой перед ним спирт, этиловый или метиловый. Ну, только что нечистый метанол, он отдает дымком и немножко желтоват по цвету. Вот и все различия. Ну, тогда зачем это надо было пить? Ну, например, можно было ей дать метиловый спирт, так сказать, что это лекарственная настойка. Другой вопрос. Перепутали или специально так сказали? Хм. Спасибо. Ну да, спасибо. Спасибо за подсказку. Пожалуйста. Счастливо. Пожалуйста. Приходите к нам еще. Угу. Непременно. Вот. Я попросил, и Юлика все быстро организовала. Ой, спасибо. Сейчас Александр придет, начнет гонять. А я не могу. Голодно работать. Спасибо большое. Приятного аппетита. Спасибо. Ну что, как вы думаете? Александр, отца нет от дела? Скорее всего. Соседи, которые сто лет знаешь, это как родственники. Возможно, придутся. Ну, не только. Думаю, она сама не закончит заниматься этим делом. Ей же еще жить с ними дальше. Вот, Катюш, не хотела работать в детской комиссии. К нам стремилась. Романтика. Погони, выстрелы. Что получила? Старушку, которую отравили? Что? Ну, что начальство сказала? Меня отстранили. Главнокомандующий теперь Лапин. Так, Ромка, дуй за санкции на обыск. А ты позвони Комарову, скажи, через час будем. Хорошо. Уже ж командовался. Так, я говорю, быстро доедаем, погнали. Максимка, надо как-то поласковее с подчиненными. Беру пример с тебя. Да. Угу. 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 Ух ты. Видал? Угу. 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 Привет. Привет. Привет, Кирсинович. Привет. Привет, Сережа. Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте. Не знаете, Брахины дома? Да вот только что дрались все. Конечно, дома. И часто они так? Ну, не часто, а бывает. Только жалко Зинаида сыночка, потому что если ее посадят… Да ладно, не посадят. Она в положении. Разве ее посадят? Правда? А муж Зинаиды Брахиной есть? Да какой муж, господи? Она привела его с этого, с базара. А ну иди, иди. Игорька тоже принесла в подоле. А вы в каком подъезде живете? Мы живем вот здесь. Девушки, а паспорта с собой? Нет. Дома. Спокойно. 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 Пошли, взяли паспорта и поднимайте в квартиру Брахиной. Понятыми будете. Понятно? Хорошо, понятно. Все. Хорошо. Хорошо. Вперед. Фу. Ну что за детский сад? Что, не могли подождать и подняться, как люди? Ты знаешь, Евгеньевич, мы поспорим, что добежим девятого и не рассыпимся. Видишь? Не рассыпались. Вижу. Не, потому что мы не рассыпались, но еще не такой забег и я рассыплюсь. Понятно, чем вы занимаетесь в своем отделе. А где Саша? Дело идет Лапин. А Александра Николаевна как-то неудобно соседей допрашивать. Понятно. Катюш, там у них мальчик маленький. Отвели их у Саши. Жених сердом нет. Не надо мальчик на все смотреть. Так, даже как-то непривычно без нее. Справишься? Юрий Семенович, ты-то здесь, значит справимся. Ну, пошли. Пойдем. Так, стоп. А где понятые-то? Здравствуйте. Так, пошли. Все сборе. Кто? Откройте милиция. Чего надо? Вас надо. Откройте. А мы милицию не вызывали. А мы взяли и пришли. А вот арбюрок на обыск. Распределуй. Так, арбюрок вернули? Давайте, проходите быстрее, сквозняк. О, и эти тут. Здравствуйте. Здравствуйте. Что у нас есть-то? Что у нас есть-то, чтобы искать? Ну, этот козёл-то, он всё пропил. Заткнись, твари. Вот книжки еле сберегла. Да сама ты тура. Я не оттуда книжки не пропил. Да заткнись. Мальчик где? Там. Это что это такое-то? Мам. Что, мам? Не мамка. Что такое случилось? Тихо. Заткнись. 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 Да люди же на вас смотрят. Перестаньте хабароваться. Да что же это такое? Так, ты чего сюда росилась? Ты чего, постыдилась бы? Так, тихо. Так, тихо. Скажите, где комната покойной? Ну, так вот здесь. Вот она. Что, в прихожей? Что это в прихожей? Вон большая светлая комната. Вон люди хуже живут. Я начинаю работать. Так, понятые хозяева, проходим. Проходим. Проходите. Так, проходите. Давайте, идите. Это, коверт не попортите, а? Не волнуйтесь. Проходим, проходим. Тетя Саша. Проходи, проходи. Тетя Саша. А кто нам обещал чайку с конфетами? Ну как ты? Если я обещала, то конечно. Ну как? Давай, садись. Вот конфеты. Садись. Сейчас будет чай. Я тогда пойду? Па! Эта бабушка на диване. Да? Спит. Нет, не спит? Бабушка болеет? Ага. А почему ты молчишь? У тебя языка нет? А что ж ты молчишь? Не говоришь? Ну хорошо. Тогда. Молчи. И рисуй. Сейчас я сделаю чай. Так, скажи, это все твое хозяйство, а? Ну. Слушай, Петрух, а ты получаешь, это типа водитель, да? Да. А посмотри внимательно, ничего не пропало у тебя. Да, не знаю. А, вот тут бутылка с незамерзайкой стояла. Ее, видимо, свистнули. Незамерзайку свистнули? Интересно, а кто бы это мог быть, не знаешь? Не знаю. А, ну, ежели только что Зинкин ухожор, больше некому. Угу, Зинкин ухожор. Юрий Семенович, скажи мне, а незамерзайка на метаноле? Вообще-то, найти лень. Но если левая, очень может быть. Может быть, значит свистнули. Понятно. Значит, вы утверждаете, что вместе с матерью ухаживали за покойной Валентиной Петровной. Кормили ее, поили. Да. Чем поили? А что мы пили, то и она пила. Ага. А мусора можете не смотреть. Он у нас регулярно выносится. Чтоб никакая разная живность в доме не заводилась у нас же ребенок маленький. Все-таки. А бутылки? А бутылки это не мусор. Их сдать можно. Юрий Семенович, зайдите, а! Водка, пиво. Юрий Семенович, ты на всякий случай экспертизу-то сделай. Хорошо. Значит так, берешь сейчас Катерину и дуй с ней на рынок. Пускай вам Зинаиду своего знакомого покажут. Похоже, это он не замерзайку с ладжи увел. Понял? Понял. Пойдем? Давай, собирайся. Угу. Одеться можно, да? Ну, и так хорошо, не в большой идешь. Да? Давай, давай. Ну, что такое скидка? Все собирать? Ну, все, Семенович, бери на всякий случай все. Хорошо. А вдруг что всплывет? Да. Не пьющая камера. Ну, пошли. Пойдем. Яблоки из Молдавии! Шикарные молдавские яблоки! Вкуснейшие яблоки! Мереды Молдова! Продам недорого! Шалар! Куда? Нет, яблоки из Молдавии! Ой, вставай, давай, вставай! Мх-мх! Ой, ужас какой. Руки. Это что? Это не моё. Понятно. О, да ты, дурка, плывёшь, а? Связалась над карманом. Тихо, тихо. Так. Тихо, тихо. Шалар, Эмиль Григорьевич. Место рождения — город Кла-Рео. Флорешты. Флорешты. Республика Молдова. Регистрация в Москве? Потерял. Понятно, нету. Разрешение на работу? Украли. Нету. Привлекался? Привлекался. По какой статье? Мошенничество. Не ты старушку замочил? Какую старушку? Я никого не мочил. Пойдём. Пойдём, пойдём, пойдём. Козёл. Так, спокойно. Так. Показывай, где бутылка с незамерзайкой. Какая незамерзайка? Который у Брахиных украл. Я ничего не украл. Ключи от машины быстро. Да зачем мне ключи? Она не едет. Я сплю в ней. А кто же это стоит рядом с бабушкой Валей? Наверное, это бабушка Клава. Да? А что у неё в руках такое интересное? Бутылочки. А, наверное, это чай. Нет, не чай? Ну, тогда молоко. Ну, тогда молоко. Не молоко. Какая я глупая. Это же лекарство. Да? Да? Ну, конечно, она же лечила бабушку Валю. Ну что? Произвели задержание знакомого Зинаиды. Пытался скрыться. Красота. Господи. Сейчас, Игорёк, мы придём. Пойдём, обработаю. Сейчас, Игорёк. Мы сейчас придём, ешь. Игорёк сделал мне картину, где Клавдия поет Валентину из какой-то пузатой бутылки. Ну, вроде как лекарство. Так что ищите эту бутылку. Давай. Ну, ладно, я дуть буду сейчас. Терпи, боец. Ничего плохого я ей не делала. Как за родной ходила. А когда доктора от неё отказались, я в деревню поехала к знахарю. Привезла настойку. Так. Настойку привезла. Какую настойку? Рома. Нужно искать бутылку с жидкостью. Так, стоять! Юрий Семёнович, можно вас? Иду. Что ещё? Ну, сначала Лапину покажите. Руку-то отпустите, а то больно ведь. Ама. Вот эту настойку выдавали покойной? Да. По чайной ложке перед сном на стакан воды. Короче, я записываю. Вы признаёте, что иные из этой бутылки выдавали покойной настойку. Ну да, из этой. Юрий Семёнович, а что ты скажешь? Слабоокрашенная жидкость желтоватого цвета, без осадка. Спиртосодержащая с запахом пригоревших котлет. Конечно, без анализа ничего утверждать не могу, но по внешним признакам вполне подходит. А ты мне дело шил? Да что я, нехрить что ли какое? Свою мать травить? Это всё она со своей настойкой. Вы чего? Вы кого слушаете? Этого алкаша что ли, да? Я? Я её отравила, да? Тихо. Это вот мне за всё хорошее, да я сдохну, а докажу, что я её не травила. Клава, Клава. Что ты, гражданка, да что вы? Ты чего? Спокойной, спокойной. А чего ж она за твоей девушкой наделала? Столя. Клава, что ты наделала? Зачем? Клава, Клава. Ну, что у вас там? Ну что, промывание сделали. Лежит сейчас в палате под капельницей, но пока не выписывают. Понятно. Сыночка, пойдём, дорогой, иди скорее ко мне. Иди, мой мальчик, скажите сейчас спасибо. Чего он молчит у вас? Ну, с чужими стесняется, мы ему разговаривать с чужими не велим, всяко может быть, так что… А рисует очень хорошо, надо учить его. Ну, где же денежек-то взять? Нету денежек-то, да, солнышко? Пойдём. Ну, пока. Так что до свидания, Александра Николаевна. До свидания. Пойдём. Мне? Ой, спасибо большое. Ну, мы пойдём. Спасибо. До свидания. Пойдём. Привет, ребят. Спасибо, что собрались здесь, не будем дразнить гусей в отделе. Александра Николаевна, мы взрослые люди, всё понимаем, закон есть закон. Ну, давайте подведём итоги. Значит так, вскрытие показало, что Валентина Петровна Брахина была отравлена метанолом, который, как известно, входит в состав левой незамерзайки. Но кто из четверых её убил? Тем более, что учтите, следов насилия на трупе нет. Так что это не мог сделать кто-нибудь из чужих? Квартирный вопрос. Квартира записана на Брахина. Какой ему смысл убивать мать, если квартира и так его? Но он водитель и знает о свойствах метанола. Шалар тоже водитель. К тому же он сидел. Мог надо уметь женщин. Возможно. Шалар подал мысль. Клавдия съездила за настойкой и приучила её пить свекровь. И в какой-то момент подменила жидкость, которую она привезла, на жидкость с незамерзайкой. Бутылку она выбросила. Вы помните, Брахин сказал, что у неё пропала бутылка с незамерзающей жидкостью с балкона? Да, но доказательств нет. Тем более бутылку мы не нашли. Одни умы заключения. Ведро было пустое. Клавдия уверяет, что каждый день выбрасывает мусор. А если попробовать полиграф? А? Он определит убийцу, а мы потом уже психологически прижмём его. Ио сам выдаст доказательства своей вины. Так он всё сам рассказал. Ну, кстати, это неплохая идея, Кать. Правильно, давайте пропустим эту кампанию через полиграф. Макс, давай ты, главное, тебе всё оформлять. Саша, нам здесь без Сорокина не обойтись. А кто говорит, что без прокуратуры? Вот пускай Сорокин теперь всё это и возглавит. Давайте, ребята, действуйте. А я в деревню к дедушке. В деревне это хорошо. Хорошо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, как там? Никак. Шаларом пролетели, так же, как и Зинаиде. Никто из них не убивал. Остаётся только Брахин. Видите его. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Присаживайся, пожалуйста. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Фамилия, имя, отчество? Брахим, Петр Ильич. Это фон. Возьмем это за основу. Сколько вам лет? 53. Будет. Сейчас 52. Вот он каждый раз свой возраст не помнит. Вы выпивали сегодня? Нет, я хотел для храбрости, потом не стал. Объясняю, полиграф обмануть невозможно, поэтому говорите правду. Вы меня поняли? Да. Ну вот и чудненько, тогда начнем. Вы ухаживали за своей матерью, когда она болела? Не, не, я не мог. Я же работаю, это все они. Клавка с Зинкой. Значит, за Валентиной Петровной ухаживали ваша жена и дочь? Да, ухаживали. Они орали на нее. Валяли как бревно по дивану. А я что, я что, я, что я мог сделать? Я ради матери чего не вытерпишь? А кто, по-вашему, виноват в смерти Валентины Петровны? Они. Им надоело за ней ухаживать, они ее и отравили. Весь дом слышал, как они орали. Чтоб ты вздохла. А они знали, что не за мерзавикой можно отравиться? Ну, конечно. Я когда принес, я всем все объяснил. Мать еще тогда ходячая была. Это она потом слегла. А вы, лично вы видели, как ее отравили? Нет. Полиграф обмануть невозможно. Товарищ следователь. Мать убил я. Это не они. Товарищ следователь. 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 Ой, гости дорогие, здравствуйте! Проходите, проходите. Ну, как доехали? Хорошо. Хорошо? Уютно как. Ой, собака у тебя потрясающая какая. Страшная. Александра Николаевна, вы знаете, я когда услышала признание Брахина, мне стало сразу понятно, что он наговаривает на себя. Ей стало понятно. А полиграфу не стало понятно. Такую прямую выдал. Сорокина же подпрыгнул. Не может быть, держи. Не может быть, спасибо. Но было. Здесь все просто. Дело в том, что Брахин говорил несказательно. Он действительно считался виноватым. Он не травил мать, естественно. Он своим пьянством довел их до смерти. Точно. Как он кричал. Чего кричал-то? Разве я человек, водка эта проклятая, из дома все вынес и пропил. На мне вина до конца дней моих. Отца вспомнил. Говорит, отец встретил он в том свете. И скажет, как же ты, сынок, мать погубил. Просил его стрелять, его. Почему? Высадить поджинено. Ой. Ну ладно, ничего смешного. Ну раскаялся человек. Ну что? Я старухи-то вспомнил. Чего? Он так испугался, что полиграф сгорит. Включить. Отстегните его от аппарата. Ребята, смех смехом от дела все-таки у нас повисло. Феномных мы так и не нашли. Александра Николаевна, а может нам с генералом Старковым посоветоваться? Ну, может и посоветоваться. С генералом это хорошо. Ты знаешь, Саш, давай-ка мы поедем до дома, до хаты. А ты сделай здесь сама по-семейному, тет-а-тет. Бизнес тебе проще будет. Я пляничков возьму на домашку? Сколько? Все бери, бери все. Какое все? Так что Василий Федорович не достал. Все бери. Василий Федорович, форум надо держать. Он вам посоветует после этого. Хватит, положи на место. Давайте помянем на конец. Память моей матери. Ну и значит, твоей Зинка-бабке. Че сидишь? На, пей. Как получается? Никто не виноват. Типограф? Тьфу ты мэ. Полиграф этот. Типа все правильно показал. Никто не виноват. А ты что ж считаешь? Кто виноват? Я? Или может мать вон, которая в больнице лежит, готова была сама отравиться, только чтоб... Иди, иди, мы разговариваем. Только чтоб доказать, что не травила. А? Или мошала? Так его что ж проверили? Ладно, не трынди. Но если никто не травил, так как же? Ты же не думаешь, что это сделал Игорек? Ты что, с ума что сошел уже? Допился? Господи, когда же это кончится? Ай! Ай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Игорек, а почему ты здесь сидишь один? Игорек, это с чужими говорить нельзя. Со мной можно, мы с тобой друзья. Ты помнишь, что было у меня в гостях? Да. Вот, значит, мы с тобой друзья. И что ты делаешь здесь так поздно? Делать верну. А бабу Валя нет. Игорек, а баба Валя пила вину? Нет. А что она пила? Лекарства. А ты ей приносил лекарства? Да. А где ты их брал? Она мне сказала, и я принес. На балконе в шкафчике? Угу. А потом баба Валя выпила лекарства, ты помыл стаканчик, а бутылочку выбросил, да? Да. Игорь, я уже хотела в милицию убежать. Ты почему один из дома ушел? Не смей никогда из дома один уходить. Здрасте, Зина, вы бы последили за ребенком. Что же у вас один? А вы знаете, я слежу за ребенком. Да, у нас один никогда не гуляет, правда? Он хороший мальчик, послушный. Просто у нас очень много событий случается в этой жизни. Вот. Просто ему плохо без бабушки, правда же? Пойдем скорее. Пошли. Макс, к сожалению, мы с дедом ничем помочь тебе не сможем. По-моему, у тебя вырисовывается висяк. Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...